так сегодня мы едем в огромный большой фруктовый рынок запада тегерана вот днис хочет смотреть что как они живут какие фури сюда придут капуста манго что еще бананы такой огромный вот у нас в тегеране есть четыре огромный фруктовый рынок вот опыт который обеспечивает даже можно сказать что в европейские стране они тоже пускают вот у нас что тема система какая выходных которые хотят вести у вас наверное вы знаете исламских странах друзья есть пятничный намаз вот у нас в иране четверг и пятница выходной вот и хотят по чуть-чуть поменять вот эту систему и поставить его на пятница и суббота чтобы выходной чтобы как-то был похож на европейские и мировые остальные системы чтобы можно было легче работать допустим когда я с бизнесменами занимаюсь работаю они говорят что вот суббота воскресенье мы не работаем но в смысле ваших странах и в европейских американских странах и наши говорят что вот мы четверг пятница и поэтому наше правительство это хочет по чуть-чуть уже поменять вот эту систему вот еще много чего у нас в иране уже по чуть-чуть поменяется допустим некоторые привычки некоторые культуры и некоторой системе вот всего доброго в общем скоро иран станет европой поэтому я в пятницу не мог ничего найти оказывается все было закрыто так как выходной день даже это не пятница четверг и вообще если вы хотите понять всю движуху страны мне кажется нужно всегда ехать на рынок на базар именно там все самое прекрасное из личного опыта именно там получаю наслаждение большое количество людей движуха процессы кипят едем уже час вы понимали тегеран это огромный огромный город население от 12 до 14 миллионов плюс-минус никто это переписи не ведет и он сильно вытянуть можно часами ехать с одного конца до другого и огромные пробки всегда и везде пробок наверное не только в три утра выходной день так большинстве случаев мы передвигаемся за скоростью 20-30 километров в час мне кажется что дня не хватит чтобы пересмотреть все достопримечательности тегерана основные и крупные и столько ли не летать на вертолете если это такси вы будете большую часть проведете в машине наконец-то мы добрались но мы не можем отпустить таксиста потому что не работает интернет нужно ему скинуть денег сейчас дебаты проходят в машине рынок не такой как ким вы себе его можете представить где-то ряд какой-то здесь вообще просто какой-то сумбур то есть по кругу и движение какое-то хаотичное непривычное для нас вот первое что мы видим это арбузы ждем пока товарищ мустафа расплатится арбузы крупные и красивые и на улице еще жарко очень жарко причем здесь не потеешь нету влажности ты просто сохнешь сухая жара рядом со мной давайте вот так вот сделаю отвернусь стоит сидит чувак присел принцип похода в туалет по легкому не по большому а по маленькому просто присел вывалил гуся я сначала думал чем там ковыряется оказывается вот здесь точно так же приседаешь приспустил станы свободного покроя и не стесняется нормально туда ты чувствуешь капусточкой гнилой воняет капуста просто капуста и грузовики какие-то тоже очень интересные adventure tour ну здесь маленький от арбуз здесь большие арбузы и белые какие-то арбузы есть не белая не зеленый очень хорошие арбузы и белые а вот так вот и здесь это вообще не делает а вот и здесь на самом деле и здесь это что вообще это не Он говорит, что не продает арбуз? Он не хочет отвечать Так почем арбузы? Я скажу, что мы из телевидения европейская Вот документы Вешает лапшу на уши Нет, я сейчас с ним спроси, почем арбузы? Мы цену можем узнать? Они не хотят нам цену говорить Они на меня смотрят с подозрением Здесь арбузы какие-то маленькие, вытянутые Раскрас такой же, но форма вытянутая Третья часть доллара стоит арбуз Вот так вот Продавцы турки Сразу хотели вытащить мечи, ножи Что ты, говорит, снимаешь здесь Но если бы не Мустава Он взял всю атаку на себя А у вас принято с машины, брат, персик Не, пойдем Не, не слышите За персика нас тут не Палками не били Я жгу какой-то очень интересный рынок Расположение непонятное Все подозрительно смотрят здесь Я так думаю, что не часто блогеры с камерами ходят Для них это как-то непривычно Помидоры Впереди помидоры Помидоры такие Сливки Почем? 14 туманов В долларах Сколько? Четвертая Доллара Это если коробкой брать 20 рублей килограмм Если берете коробкой Дешево Вот этот пацан подметает полы Слышишь? Он подметает полы Причем вот этим веником Мне раз пять по ноге промел Альбазори Так, куда едем? Все 10 минут пешком надо идти Это что такое? Как поселок Это виноград зеленый Виноград А для чего он такой? Кислый От него с уксусом А Все, я понял Уксус, уксус, уксус Между прочим, Иран Третья страна в мире По Выращиванию Производству И обработке Цитрусовых Объемы Цитруса Здесь просто Огромные Но это в другой части Ирана В какой части Цитрус Растет? Цитрусовые Вот так Лимоны Апельсины Юг На север Север Иран Сейчас я вам покажу Как раз Соки Лимонные Вот это вот и есть Лимонный сок Слушай, это просто лайм выжатый, да? Да, да Он замороженный или что? И сколько стоит такая баночка? Тридцать Тридцать Полдоллара Полдоллара? Да Это чистый лимонный сок, да? А что с ним делать? Он не пропал? Его перемешивают Ага Даются в маринаде вот это все Нет, он не пропал Биздец А тут надо коробками покупать? Нет, это не тоже Камера Что он говорит? Какой-то совет не разрешает им сниматься на камеру В общем, тысячу причин Чтобы не сниматься Очень много продается лимонного сока Это уже не первый десяток точек И смотрите, у нас этот уксус Вернее, сок продается на жаре и он не портится Наверное, я увезу с собой Пару баклашек таких А что с ним можно делать будет? С холодной водой и пить? Там чистый? С сахаром Чистый сок или с водой он? Чистый, чистый Я можно с ним напиток сделать В общем, придется 30 килограмм все равно везем И, между прочим, вот этот рынок, как вы видите, обеспечивает даже европейские страны, Россию и Украину, Белоруссию по фруктам и овощам Вот опять, знаете сколько этого сока Оказывается, это не лимон Это здесь они так называют иранский лимон Это обыкновенный лайм, который выращивается в Иране Маленький, зелененький, кисленький Сто процентов я возьму сейчас сока По-любому Вот про что я вам и говорил Вот мы сейчас спрашиваем, где фрукты Нам показывают, что сто километров вперед нужно пройти Где мечеть То есть рынок просто разбросан Все, пошли в фруктов Говори, говори, не сняйся Не-не-не, это частные овощи, как называется? Частные овощи Так, ну и последнее, что нам здесь нужно узнать Почем стоят вот эти арбузы белые, белые Вот-вот-вот-вот-вот Давай, это не вот это, фруктовый отдел Пойдем в фруктовый отдел, там Или там будем спрашивать Да, там Очень много турков Туркишмен Азербайджан И азербайджан А? Азербайджан и Иран Мы не говорим Турки, турки, это османы В общем, азербайджанцы Ирана Вот так они называют здесь турков Теперь, наверное, вы понимаете, почему Лимон Лайм Во всех блюдах Даже в сладких Потому что его здесь очень много Территория этого рынка больше 270 гектаров И Больше Монако Вот такие вот грузовички На рынке Самая ходовая машина Дыньки Дыньки, дыньки, дыньки Килограмм дыни Стоит 30 центов Килограмм манго Из холодильника 2 доллара Где вода есть? Как ты сказал, туалет? Я послышал, туалет Нету ажиотажа на рынке К которому Вы все, наверное, привыкли Что будет все разрываться Народ толкается Или мы Приехали поздно уже Наверное Активность вся идет Утром рано Поэтому Вишня доллар Персики 50 центов Ну, это такие Они маленькие, небольшие Министерство охраны Сливы По 20 центов Ты заметил? Что здесь все меня боятся вообще Я когда им задаю вопрос Что сколько стоит На меня думают Что я какой-то проверщик От Министерства охраны здоровья Или какой-то От какого-то Министерства Я уже себя чувствую Какого-то, знаешь Мужика Нормального Серьезного Видишь? Ты заметил? Поэтому так Все нам уважают А ты меня уважаешь? Да Молодец Давай Пошли дальше Давай их проверим Что они Дорого не давали людям Пошли их Пугаем чуть-чуть еще Ребята Всем привет Недавно Наткнулся на очень интересный сайт На котором Ты можешь попытать Удачу И выиграть Классные Драгоценные Призы Сайт Сайт называется Mystery Box Online И сейчас я хочу проверить Как он работает И реально ли на нем Выиграть Ценные призы На сайте Очень легко Пополнить баланс С помощью СБП Или Яндекс Пэй А так же по номеру Банковской карты Мы пополнили баланс На 5000 рублей И нам сразу ждали Бесплатный кейс Который мы можем открыть Прямо сейчас И заказать приз К себе домой Давайте для начала Попробуем открыть Кейс Каждый день Приз номер один Неплохой приз Это нам не интересно Но Мы уже окупились На этом Даже не будем акцентировать Внимание Apple AirPods 3 Офигеть Вот здесь мы точно Окупились Нам эти призы Не нужны Но Наушники мы оставим Деньги с проданных Подарков Вернулись все На наш баланс Теперь давайте откроем Кейс подороже Великолепный Сразу же Приз номер один Мы конечно Здесь не сильно в плюсе Но Он мне не нужен Уже лучше Но Хочется конечно Что-то покрупнее Sony PlayStation 5 Офигеть Это какое-то чудо Мне сегодня Реально везет Сейчас конечно Я не могу получить призы сюда Поэтому решил разыграть Наушники И PlayStation Среди тех Кто ведет Мой промо-код Ворд И пополнит баланс От 1000 рублей Ссылка на Мистери Бокс В закрепленном Комментарии Всем желаю Удачи Захотелось фруктов Это как муху положить на рельсы Выглядит Решили купить першик в коробку Маленькую Нашли умывальник Где можно помыть Все это дело Вот такое дело Сочный Но жестковатый Но иранский Вот эта коробка Нам обошлась В доллар 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 Нету Какой-то пикантности Нету Кислинки Довольно нейтральный вкус Он как не настоящий Еще один Абрикос мне вообще не понравился Ну это как будто ранние Как будто первые Вот их знаете что хорошо? Пропустить через соковыжималку И Со льдом или охладить Вообще просто Бодрость духа Кисловатенький Прям вот То что нужно Для сока самое то Only juice Вот так выглядит Бумажка Чек Когда мне приносят заведение То есть для меня это просто Палочки Кружочки Сердечки Ничего не понимаю Мы Раздали все эти персики Работягам Все недоспелое Так Итог Итог такой Все недоспелое Все куда-то везется Борту Аж эмаль Заскрипела Огромный-огромный рынок С виду Территориально Но Мне кажется что Это все можно Более компактно Сделать Вот Сколько мы ходим Здесь Я увидел только три фуры Раз Два Три Три фуры Всего Размазано все Попросили продать Мы Один Один Одну гроздь винограда Что С первого класса Ну то есть И пробовать то толком не дают То есть Приходится покупать вот Все зеленое Даже не знаю что сказать по этому поводу Какие то они Слышь какие то они Недружелюбные Здесь да Типичные торгаши Типичные торгаши Типичные торгаши Вот крупная Черешня Черешня Вот такая вот черешня Три Доллара Килограмм Опять мы ее не попробуем Как говорит Мустафа Не та Нынче Персия С ее улыбчивыми Дружелюбными Людьми Мы уже практически дошли до мечети Тут еще Последние ряды С чем то Все закрыто Никакой движухи Честно сказать Я ожидал Большей движухи Увидеть Вот рынка Тут все будет Шуршать Журчать Некоторые даже Цены не хотят говорить Как будто Мы здесь два иностранца На нас не обращается Сильно Внимание Слышь мы как прозрачные Тут с тобой Да Действительно Сзади опять арбузы Может арбуз Попробуем один И ножик у них есть? Почем арбуз? Давай возьмем Не дали нам ни одного арбуза Не то что не дали Не продали верно Дед сидит продает их Конечно Конечно складывается не очень хорошее Не очень хорошее впечатление Вот вам и дружелюбие Вот вам и дружелюбие Вот вам и древняя персия Действительно Да зачем нам бананы? Я спрашиваю Это Иди или Иранские А А Во все Он непонятно А в Горьбе Пакистанский Пакистанский банан Он сам не знает Банан Какой банан? Банан 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 Да Ну смотрите Иранские фрукты Это не такие Они все натуральные Их покушаешь До утра Зарабатываешь Охладитель Вот этот парень Очень подозрительно За мной наблюдает Уже минут 15 Да Он постоянно смотрит Я же первый сюда подошел Сел Ну так стуки У него еще выражение лица Такое серьезное У него Ну сами Брови расположены Так серьезно Как ответ И смотрится И смотрится Очень Опасно Ты сейчас наблюдаешь Что он сзади делает Слушай Денис Сейчас на твою шею Он смотрит Я не знаю Что за переклад Вот Че он по своему За тебя ходит Я не знаю Подметает Снова смотрит А Как думаешь Почему Я не знаю Не знаю Уже минут 15 Возле твоей ноги Он Сейчас Тут дырки Протрет Вот И снова Еще Как можно 15 минут Возле нас Еще У него музыка Офигенная Вообще Ти-ти-ти-ти-ти Я не люблю Про русский рэп Что сгравит на меня Вот это рынок Вы здесь Найдете Что хотите И можете Отсюда покупать Домой возить И будьте Всегда здоровы И будете постоянно Посмяться Все Давай На этом мы Заканчиваем Осмотр рынка Сейчас еще Покажу вам Интересные такие машинки Это Иранское производство Автомобили Да Технология 45 лет назад Япония Как правильно Читается Замуат Это Компания Ну Вообще Производство Ирана Сколько Стоит Такая новая Сейчас Это Стоит 15 тысяч долларов Грузовичок Грузовичок И вот Дизель Хороший Не можем Вызвать Такси С кондиционером Потому что Водители Его отменяют Вроде бы Бензин Дешевый Но в чем проблема Ключи Кондиционер Нет Принципиально Люди не едут Износ Машины Тяжелая Эксплуатация При включенном Кондиционере Лучше Ехать С открытыми окнами Мы Уже 15 минут Пытаемся Вызвать отсюда Такси Это уже Третье Не все Соглашаются Включать Кондиционер Наконец-то Мы сейчас Погрузимся В подземелье Иранское метро Доехали На такси С кондиционером Доставали Водителя вопросами Почему Вы не любите Включать Кондиционера Ну Здесь им Всем кажется Что это Лишняя нагрузка На двигатель Больше износ Запчастей А запчасти Вы ранее дорогие Поэтому Не хотят Они включать Кондиционер Если конечно Ты ему не скажешь Я тебе больше денег дам Хотя кондиционер включен Всегда В стоимости Поездки В общем Кондиционер Это проблема Мы 40 минут 40 минут Просидели Чтобы уехать Вход в метро И как вы видите Безлюдно Никого нет Может быть Внутри Кого-то увидим Сколько стоит Сколько стоит Сколько стоит метро Вход Или билет Или здесь 5 центов 5 центов 3 центов Неудачный поход В метро Сразу на спуске Мужчина с палочкой Прихромал Подошел Подошел к нам Я снимал Себя Вот просто Своё лицо снимал Все Идите сюда Кто вы такие Завели нас В какую-то Секретную комнату Удаляйте файлы И всё То есть В метро В Иране Запрещено снимать Не Верьте Никому Запрет на съёмку Тут не только в метро Тут очень много места Где вообще запрещено снимать Для блогеров здесь не особо удобно Вести съёмки Так Вышли из метро И опять ищем Постараемся найти машину с кондиционером Посмотрим какой водитель будет принимать его Но все отказываются Но все отказываются Вот нашла Сейчас звоним Спрашивают Что кондиционер у тебя работает И все говорят Что так только Что газ его А Закончился Сейчас позвоню Так Ты можешь разговаривать Своей музык Да да Я тоже Замет Салам Хасто Небольшин Салам Хасто Небольшин Салам Хасто Сегодняшний день Показывает Как Первое впечатление Обманчиво Что все просто Все легко Нет Не все просто И не все легко Вот мы за полдня В принципе Километров 15 Даже не проехали Это все усложено до такой степени Да нельзя Да нельзя Любое путешествие Наверное Лучше проводить На своей машине Здесь Это самый лучший вариант Не всегда И везде можно паркануться Сейчас мы направляемся На другой рынок На центральный На самый большой Рынок Который 5 км в диаметре Ну Предварительно Мы Где-то должны Или перекусить Или Попить чаю Или Охладиться Немножко Благо Вот последнее такси С кондиционером У нас Поэтому Кондиционер в машине У нас есть Поэтому мы сейчас Едем и охлаждаемся Но После 30 минут Ты выходишь Взял Нос забит И Вот только сейчас Я увидел Смог Над городом Есть какой-то Смог Сначала Не обращал Сначала эмоции Открытый рот Когда мы поднялись повыше Увидел Все это дело И даже этот таксист И говорит Выходите из машины Вы мне надоели Мне говорит Нужно срочно Отключит кондиционер А то тратится Много энергии Поэтому Пробка Послушались Я хочу В пополку Делую Чтобы На встречу Пошло Делать Подболку Как и робот Разговаривает Как и робот Что он сейчас говорит Что он сейчас говорит Таби Тали Тали Что это Дыня А дыня 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 Покупаем дыня Не первый раз замечают Что в Иране В общественных туалетах Вот такие вот Окошки Для чего они сделаны Это Непонятно Везде причем Есть Вот такие окошки Закая Дыня Аксинъя Непонятно Непонятно Какая Она Аксинъя Умница Непонятно Факисинъя 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 очень плотный трафик и вот смотрите видите скопление мужиков это все обменивают валюту поднялись мы на второй этаж это один из древнейших кафе ресторанов на самом деле здесь просто не удобно снимать я вам показал тут нужно чтобы к своему столу подойти нужно по головам пройтись здесь очень-очень плотно расположены столы друг другу судя по другим столам видно что порции здесь по таким метровой тарелки огромные порции мы сюда зашли минимум на 30 минут нам нужно здесь охладиться хотел сказать принять душ охладиться остыть я уже забыл она сбила мне что я должен был сказать в общем охлаждаемся охлаждаемся это не ешь хорошо почему по лицу не так выглядит это есть это есть еще какой-то новый вид пива классическое я изнутри охладел мои чувства охладели к тебе опиши пожалуйста каким должен быть иранец настоящий я смогу сказать что должен быть добрый должен быть доброжелательный вот настоящий перст настоящий иранец должен быть всегда за мир должен как король из две тысячи пятьсот лет назад они всегда на вот этот путь продолжали но должен быть иметь должен иметь такие характери которые я вам сказал еще ранец должен иметь велосипед свой ездить на велосипеде на мотоцикле плавать иметь 3 метра ведь высокие широкие толстые порция просто огромные и говорят здесь кладут много риса потому что рис это индийский типа он дешевле чем иранский поэтому есть вдоволь рис эту штуку мы сразу выбираем это написано маслом но вряд ли это масло это маргаринское еще ты видишь помнишь перед нами пошел вот это накаченный пацанчик и он покушал две ложки вот это белок белка и себя чувствовал какой-то арнольд шварцингер вот так ходит как тебе это ресторан ты захотел постоянно чувствовать ну мой мой свой стульчик из сан за себя ухаживает хорошо это обыкновенная куриная грудка вкусно замаринованная ну естественно ее нужно есть пока она горячая мягкая мориса до вдоволь к нам насыпают и по приятному бонусу ножка страна кебабов заходим в рынок все сделано под старину или они реально старые эти помещения или их так подстроен все блестит все красиво все аккуратно я надеюсь здесь там никто не подойдет на этот раз пятый за этот день и не скажет удалите пожалуйста файлы вдруг вы наш любезнейший из россии пока одно серебро золото пока все для богачей здесь прохладно хотя не вижу кондиционеров но наверное как и в галистане где мы были смонтирована сконструирована система так что воздух воздух каким-то образом охлаждается которым прохладно пока что серебро золото сменилось обычным китайским ширпотребом нет такого что в глаза бросается хочется остановиться когда часто путешествуешь приедается это все глазу красивые улочки закончились здесь уже он мотоцикл начинают ездить все куда-то идут что-то смотрят смотрят наверное это эти ряды больше для женщин ткани украшения женские ряды и везде фотографии погибших президент очень часто встречаются расскажи пожалуйста про кредиты если у вас в стране есть так кредит есть но кредиты наши по 25 процентов вот так что еще и надо четыре человека что тебе гарантировать вот эти четыре человека обязательно или должны быть работники государственные государственных част или должны иметь разрешение на такие свободные работы вот а просто так кредит не дают абсолютно еще у нас один кредит есть когда мужчина но когда будут освободиться когда выйдут замужем вот девушки и парню дают чтобы они могли снимать квартиру вот такие кредиты у нас а обычные кредиты это наград его большой автокредит это когда надо обязательно кстати еще и банку сказать что ради чего ты будешь брать вот это кредит окей допустим радик покупки рады ремонта дома или рады вошел хоть и кредит на машин на машину до или хочу что машину купить на машине идет очень большой процент как 30 30 процентов идет вот этот кредит почему потому что у нас в стране машину если в этом году купить следующем году машина 100 процентов подорожается понятно расскажи пожалуйста про пенсию тоже очень всех интересует вопрос пенсия пенсия смотри у нас можно в 20 лет после того что ты начинаешь работать пойти в пенсию можно 25 или 30 вот это для тех которые работниками работали а еще пенсия допустим такие работе они должны каждый месяц заплатить если человек платит тогда относительно сколько налоги до полотен налоги и платит за за страховку если человек сам себя страховал тогда он может получить с пенсию аренда квартир сколько она стоит в тегеране и например в тегеране в среднем районе это будет 500 долларов в месяц ну здесь надо залог в иране еще и надо поставить ну а сколько залога будет скажем так выгод плюс сколько ты будешь еще каждый месяц это примерно получается 500 долларов в месяц это тегеран а если на севере тегерана это будет это дойдет даже до 2000 долларов в месяц в тегеране очень тяжело купить квартиру потому что дорого стоит потому что по сравнению нашими зарплатами вот это не дойдет до этого что человек мог легко купить квартиру так что обязательно надо брать вот этот кредит вот и с помощью кредитом тоже еще очень тяжело сейчас в данный момент как минимум надо человеку 10 лет работать чтобы он мог купить квартиру вот зашли в ряды с нижним бельем и причем все белье продают мужики здесь все продают мужики выбирает подарки никто кроме тебя и меня не знает опять на красный цвет распирает если у вас в одном будут ходить в одних будут ходить всегда или сменные надо нет я им ду одни это на сколько на полгода я и продавец трусов какие выбрал подарки такие сексуальные и почем они говорит меня тоже записывает а его приехали к нему пересексуальные трусы но все почему они по доллару потом блин их можно раз в неделю вы не снимая выкидывать бери по 2 2 ну я не знаю какие еще какие тебе нравится красный как тебе нравятся ты так повернулся к микрофону как будто я тебе джуба джуб сдаю да пока не берешь все пойдем на вас уже смотрят да давайте это тоже подарим совсем купили подарки теперь пойдем к девушкам все по 1 все что здесь продается сшито в китае абсолютно все тоннами фурами не знаю поездами все это привозится в огромных количествах сейчас заходили на склад там глаза разбегаются снимать там не разрешили женских трусов только там я не знаю тонн сто наверное китай работает не знаю куда идем просто вернули какую-то улочку где не так много людей есть похоже тоже склады ребята которые работают с телегами 300 мотоциклов только здесь находится мы ушли с центральной улице рынка какие-то непонятные переулки здесь все что-то таскают тачу большое количество складов даже есть цеха где какие-то простейшие вещи шьются потому что очень много отходов и такая по лекалам вырезают здесь вот огрызки ветром растаскиваются по этим переулкам здесь прям какой-то мини-китай возле этого рынка своя движуха своя жизнь здесь вот именно чувствуется мощь тегерана 43 года получается 44 страна под санкциями и целое поколение в принципе не видела ничего того что было до санкций поэтому для них это обыденная жизнь и адидасы и рыбаки есть реплика достаточно в основном все свое собственного производства и остальное это переориентировано на китай китай гонит и гонит сюда миллионами тонн свою продукцию абсолютно всю авто мото орг техника все все идет с китая ну а мы направляемся на улицу где происходят всякие непонятные вещь назовем вышли на какую-то главную улицу здесь тоже все все пестрит магазинами все пестрит магазинами с этой и с другой стороны это пацан это пацан 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 одет как женщина может ему нравится это пацан это то есть потому что они полигаи смотри как я хожу точно так здесь местная барахолка Много поношенных вещей Какое-то стареё продаётся Мы прошли мимо того места Я не успел камеру включить Блин, там дуют все абсолютно Сидят Там какие-то Жёноподобные некоторые личности Ну, видно там, я не понимаю То ли мужик, то ли женщина Пчёлами покусанная Там трубки мира Там какие-то стеклянные сигары Водники, там ведра Там полторашки Там всё то, чем можно Вытащить дымок Возвращаемся на ту улицу Потихонечку Чтобы не привлекать к себе внимание Блин, здесь Трактора Весёлые А вот они Что он говорит На другую сторону мы перешли Потому что там невозможно идти Камеру не вытащишь У тебя Или вырвут её из рук Или Тебя просто тупо Они толпой затачат Там каждый второй Сидит и дымит И дымят Точно не траву Мы очень сильно здесь привлекаем Привлекаем внимание, конечно Потому что там прям вдоль дороги идёшь И видно, как они дудят Вот она, проезжая часть И всё это происходит без всяких проблем Поэтому мы перешли на эту сторону Где их нету То есть Как определить Вы идёте И вот они Продают вот это всякое барахло Которое не нужно никому Вовремя мы успели оттуда отойти Потому что они Ещё чуть-чуть Затащили нас В кусты Уходим мы С площади Муляви Получается Сейчас Вышли оттуда То есть Вот это вот Всё 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 Ночью Активно кипит Такими ребятами Наконец-то Солнышко село Жарко Но не совсем Эмоции, конечно, меня разрывают Если честно Не ожидал Что происходило за кадром? Я услышал шум Выключай камеру Я быстро её скрутил И смотрю Началась активность То есть Все, кто продавал Они как Рой змей Зашевелились Все вот эти продавцы Своего барахла Начали вставать И У меня на пути Сразу двое Щупленьких Уже Я не знаю В годах Может до 40 лет Начали мне перекрывать дорогу Один меня цепляет за руку Я его отталкиваю Слышу Сзади Все больше и больше шум Как мне потом перевели Они кричали Ловите Нах Этого В жёлтой майке То есть Они все там начали вставать Благо то, что Это день И Там есть Торговые лавки Если бы это был вечер Я бы оттуда Не унёс Ноги Впоследствии Я узнал Оказывается Вот в этих трубках Не Трава Раскуривалась Какие-то кристаллы Ну То есть Дешёвая какая-то химия Потом за мной побежала женщина Вот эта вот С опухшим лицом Тоже что-то кричала Кричала Я не останавливался Если бы я остановился Или бы я лишился телефона Если бы это был вечер Я бы точно лишился всего Всё, что у меня есть Мне повезло то, что я не останавливался То есть я отбил с рукой Всё Дальше я всё это прячу Иду, иду, иду Вроде бы через 300-400 метров Отстали Они сначала шли, 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 шли Преследовали Но потом отстали Но вариант был Такой только бежать у меня Я понимал Если сейчас за мной Там 5-6 человек Мне раскидываться И придётся убегать оттуда Метров 200-300 Мы как раз прошли Опять такая же ерунда Опять те же люди Опять дудят То есть там и молодёжь Вот вдоль дороги Это всё происходит Буквально через 500 метров Стоял пост полиции Поэтому Выбирайте маршруты Для прогулок И ни в коем случае Не дай бог Попадать в такие места ночью Это очень проблемно И желательно всегда Не ходить В таких странах одному Это чревато Всё Как-то вот так вот На этот раз повезло День сегодня был Просто С утра до вечера Весь Удали файлы Удали файлы Другая сторона Туристического Вернее Нетуристического Ирана Туристического Вот так вот Ирана